Новый день продолжается. Ваше утро. Вместе с вами встречают наши гости. Марат Шайжанов, сотрудник представительства Ямал-Ненецкого округа в Санкт-Петербурге, Руслан Панькин, ответственный секретарь приемной комиссии Российского государственного гидрометеорологического университета и Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО. Доброе утро. Доброе утро. Да, в этом году действительно в первый раз мы организовали такой большой выезд, чтобы несколько вузов поехали. В данный выезд поехало 5 вузов санкт-петербургских. Перечислить их, наверное, стоит. Санкт-Петербургский экономический университет, университет ИТМО, гидромет, гидрометеорологический университет, высшая школа экономики и еще один университет, это архитектурно-строительный. Мы выбрали именно эти 5 университетов. Должно было быть больше, по некоторым техническим моментам не получилось. 5 этих университетов поехали, потому что они представляют собой уже по названию, вы видите, большой спектр профессий. Так, чтобы ребята здесь могли, наши ребята ямальские могли для себя определить, что бы они хотели, потому что, ну, вы знаете, наверное, что уклон сейчас в экономику и вправо некоторых в менеджмент. Слишком много, мне кажется, уже. Слишком много, да, и поэтому мы хотим, чтобы ребята задумали о техническом направлении, поэтому ИТМО у нас, поэтому архитектурно-строительный, потому что у нас глобальные стройки сейчас на Ямале происходят. И, конечно же, как и губернатор у нас говорит о том, что необходимы нам специалисты. Мы стараемся в этом направлении работать, и вместе с департаментом образования в этом году мы организовали такую поездку, потому что университеты уже ездили к нам, в принципе, некоторые, но они ездили по одному. Мы решили, чтобы ребята могли определиться, посмотреть разные направления, посмотреть разные профессии, как они друг с другом, может быть, сходятся, не сходятся, насколько подходят. Как раз-таки формат ярмарки образования, когда это несколько университетов одновременно, позволяет так сделать, поэтому мы решили, давайте все вместе поедем. Из перечисленных вами вузов есть вузы известные на Ямале, много школьников поступают в эти вузы, но, как мы уже проговорили с вами, да, вот, Руслан, вы представитель вузов. Впервые, который к нам приезжает в округ для того, чтобы привлечь потенциальных абитуриентов к себе, Российский государственный гидрометеорологический университет. Расскажите подробнее, почему ваш вуз принял участие в этой ярмарке образования. Да, доброе утро, и хотелось бы начать с небольшой ремарки по нашему университету. Мы находимся в Санкт-Петербурге, и гидрометеорологический университет проявляет интерес, конечно, не только к вашему округу, не только к вашему региону, но и в целом ко всем регионам, которые находятся, в том числе и на полярном круге. Почему? Потому что у нас в 2015 году произошла реорганизация, к нам присоединилась Государственная полярная академия. Теперь мы большой вуз в Санкт-Петербурге, опорный в области естественных наук, и мы этим гордимся. Хорошие показатели по мониторингу, и у нас действует, самое главное, Центр сохранения культур коренных малочисленных народов Севера. И поэтому, так скажем, в повестке дня работы этого центра приняли участие в профориентационном туре в Ямал-Ненецкий автономный округ. И я думаю, что никто не будет спорить с тем, что Санкт-Петербург является мультикультурной северной столицей. И задача нашего центра не только принимать к себе ребят с высоким баллом ЕГЭ, тех, кому близка, так скажем, область изучения естественных наук, но еще и тех, кто сможет транслировать свою культуру, культуру своих коренных малочисленных народов жителям Санкт-Петербурга. То есть делиться теми, может быть, культурно-творческими мотивами, которые есть на их маленькой родине. Вот поэтому нам Ямал-Ненецкий автономный округ, Слихарт, Лабет-Нанги очень интересны с точки зрения, ну, так скажем, целевой аудитории абитуриентов, возможных потенциальных в нашем университете. Вы свою изюминку озвучили, изюминку своего университета. Мне хотелось бы проговорить еще и по Национальному исследовательскому институту ИТМО. Вот сейчас вот неправильно назвала. Да, скажите, как правильно, поправьте, потому что если вы... Ну, если рассказать все регалии, то Национальный исследовательский университет информационной технологии, механики и оптики. Но мы с себя уже... у нас прошел ребрендинг полностью на звание вуза, и мы просто называемся университет ИТМО. Мы лидеры в ИТ-технологиях и фатронике. И мы... для нас ставим... мы ставим для себя главную цель, это, конечно, подвигаться по программе 5100, в которой мы участвуем, да, то есть в 2020 году оказаться в топ-100 лучших вузах в мире. Вот буквально сегодня, сейчас не к этому, наверное, но все же, пока я вот здесь находился, у меня получил смс, что мы оказались 56-е в мире по ИТ-технологиям. Для нас это очень важно. И мы как раз для этого ищем талантливых ребят именно в области физики, математики. Эти ребята где появляются? В Олимпиадах. И вот я когда рассказываю о том, что... как можно присоединить нам вуз, это обязательное участие в Олимпиадах. Это даст шанс вам, ну, помимо того, что вы можете раньше уже, там, в мае знать о том, что вы поступили, проявить себя, показать не просто ЕГЭ, на там, галочки наставить или готовые решеньки это использовать, а найти какой-то другой путь к решению задачи, творческий. И мы как раз таких ребят ищем, потому что только с помощью таких ребят можно достичь высоких результатов. То есть, я так понимаю, потому вы и приехали осенью, в начале еще учебного года, для того, чтобы у ребят была возможность выбрать вуз заранее и как раз спланировать, скажем так, путь, да, к поступлению. Да. Ну, вы говорите, выбрать творческий путь. Есть способ поступить через сдачу ЕГЭ, а есть способ к... Участвовать в Олимпиадах школьников. Вот как раз сейчас идет этап заочных туров, он заканчивается где-то в ноябре, в декабре. То есть, сейчас вы дистанционно можете участвовать в Олимпиадах, они появятся... Их порядка... 88 их утвердили на прошлой неделе. А это не... сейчас можно просто в интернете сидеть и там сделать дистанционный тур. А уже финальный тур будет проходить, ну, там, некоторые Олимпиады в нашем вузе, а так, в целом, многие вузы участвуют в организации этих Олимпиад. Вот. И вы уже на институционном туре, если стали победителем призером, имеете право поступать без вступительных испытаний на некоторые специальности в некоторых вузах. Ну, вот эти ребята, это действительно элита, и вузы всегда прощают. Ну, вот наш вуз там дает общежитие в центре города, дает дополнительную там стипендию до 15 тысяч к той базе, которая у нее есть. То есть это все, вот, мы пытаемся найти таких ребят, потому что это наше будущее. Ну, понятная идея, что все хотят отхватить как можно более талантливых выпускников, но вот эта вот самая элита, как правило, это же единица из выпуска, правильно? А есть ведь те ученики, которые учатся на 4-5, и тоже мечтают поступить, например, в ваш или в ваш вуз. Насколько велик конкурс? Ну, с 2009 года, понятие конкурса, это все не очень правильно говорить. К примеру, один вуз выставил минимальные вузовские минимумы по 20 баллов, и говорит, я принимаю документы с 20, а мы пошли по другому пути. Мы говорим, ну, если ты хочешь в принципе подать документы к нам, неважно, на бюджетный, на контракт, на заочный, минимум 60 из 100. И вот только эти люди могут участвовать в конкурсе. А дальше уже баллы. Да, вот у нас есть специальность, на которую проходной балл там 294 балла из 300. Вот это как бы, вот, можно это нажать в конкурс? Наверное, можно. Вот это и есть показатель. Конечно, да. Вот, а так, ну, есть где-то специальности, там, у нас 20 человек на место, где-то чуть поменьше, где-то чуть больше. Но, я говорю, конкурс, вот, человек на место, это не совсем правильно в нынешней, как бы, ситуации говорить. Ну, это мы. Ваши специальности очень такие, что в гидрометеорологическом институте, что у вас в техническом. Очень такие узконаправленные, на мой взгляд, да, и вы машете головой, нет, широкий спектр. Да, широкий спектр, да. То есть, все-таки не проблема будет устроиться и найти работу? Ну, это и задача вузов, в том числе и тех структур, которые у них существуют, с тем, чтобы их студенты потом находили себе работу. Ну, этим мы начинаем заниматься там на третьем, на втором, на четвертом. Вот, есть какой-то механизм уже трудоустройства ваших студентов? Да, ярмарки, вакансии, центры трудоустройства, которые существуют. Мы пытаемся создавать малые инновационные предприятия так, чтобы, если у студента появилась какая-то идея, чтобы он ее мог поплатить и уже на этом зарабатывать деньги. Это, ну, очень важно, на самом деле, если вуз выпускает людей в никуда, ну, наверное, может быть, и не нужен такой вуз. У меня есть один пример, как раз студент университета ИТМО, наш новоуренгойский мальчик, как он, у него проект, Сережа Богачев, у него проект был, наверное, больше скажешь ты, Леша, по поводу проекта его. Но в любом случае, вот у него возникла идея, он очень долго искал, мы вместе с ним искали, с представительством, много мальчиков денег для реализации. Но немножко не по профилю был проект у него, такой он с механикой, оптикой все-таки связан больше. Поэтому он там стал их больше искать. И вот университет его поддержал и дальше позволил ему развиваться. То есть, действительно, вот есть у меня пример конкретно, когда университет поддержал студента, и вот даже нашего ямальского, и у него получилось. Просто для нас, для нас, для студента это наши, и мы всегда их пытаемся поддерживать. А если они показывают интересные вещи какие-то, то тем более. Ну вот, если мы говорим про Сережу Богачеву, он придумал идею, из картона они создают фигуры, которые имеют много граней, и освещают их проектором. Специальные такие мэппинг-шоу маленькие, и показывают их на всяких мероприятиях, вот мы там фестиваль ВКонтакте это показываем в том числе. Это очень интересно и привлекает к этому. И мы там в том числе для своих целей это используем, потому что это мобильно, это показал, посмотрел, как это интересно очень. И школьники к тому тоже. Такая эффектная презентация, я думаю, что для многих. Да, по секрету скажу, мы хотим на День Ямала в Эрмитаже, у нас есть мероприятие, которое мы проводим в декабре, на День округа. Мы тоже там хотим Сережу привлечь, чтобы там эффектно показать округ. Вот он успешный пример реализации талантов студентов. Уже наверняка удалось встретиться с кем-то из сельхартиких, из лабутнанских школьников. Проявляют ли интерес выпускники, будущие, к вашим вузам? Знаете, действительно проявляют. И необычайная сторона вопроса открывается, когда они подходят максимально заинтересованы. То есть, так скажем, не в чуту питерским абитуриентам, ребята, которые живут напротив вузов, имеют возможность ежедневно посещать неоткрытых дверей хоть каждый день, то ребята, конечно, из вашего региона, они, так скажем, голодные до этой информации, да, они приходят, они с большим удовольствием берут буклет, изучают, задают очень много вопросов. Мы несем информацию не только о наших вузах, но и о порядке приема вуза, о тех особенностях, которые были в этом году и будут следующим, для того, чтобы не наткнуться на те подводные камни и не остаться за бортом приемной компании, когда ты вроде бы выбрал ЕГЭ, вроде бы сдал ЕГЭ, а поступить почему-то не можешь. Очень много тонкостей в приеме, о них нужно знать. Вот такая просветительская еще цель, в том числе нашего профориентационного тура, и мы видим обратную связь от тех ребят, с которыми встречаемся, вот это самое приятное. Я благодарю вас за беседу, надеюсь, что в Ямал-Ненецком округе вы найдете самых талантливых своих будущих студентов, чтобы все их проекты удавалось реализовывать. Уважаемые телезрители, Новый день вместе с вами встречали сотрудник представительства Ямал-Ненецкого округа в Санкт-Петербурге Марат Шайжанов, Руслан Панькин, ответственный секретарь приемной комиссии Российского государственного гидрометеорологического университета Я Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии университета ИТМО.